я буду дерзким ну давайте осмотрим точки интереса холодные напитки да че-то там не густо но не только не торговли занимаются келбаса что что келбаса это же колбаса типа наверно второй раз не посмотреть да да ну там вот видно и удачи и ледяные киева масса до речка от удовольствия призыва в очередь пустая поэтому не будет брать замороженное мясо интересно из кого они и теории в этой части не очень аппетитно шансы заморозили на место кто захочет то есть киев паса звонок черного сначала зайти за стойку там что смотреть можно было пик пик ул пик пифу ну добро пожаловать шериф чем могу помочь интересуетесь определенными вырезками дай посмотрим что у нас есть на складе давайте посмотрим что у нас здесь специальное предложение завтра заколю дикого кабана сразу где он где кроме на углу я знаю что кровь и море бывает тут я хочу с ней поговорить я не знаю о чем ты все что ты видишь просто мясо файл динаме ты больше ничего не найдешь что же мы просто мы занимаемся оптовой торговлей упаковкой мяса и имеем курьеров в районе А если и найду, да? Черт, я уже промолчал. Шериф, я... Иногда промолчать к лучшему. Вы это слышали? О, меня правда жаль, подождите. Мне нужно это проверить. Никуда не уходите, я сейчас вернусь. Я просто это иду, посмотрите. Он нажал кнопку, вероятно. Так, мне нужно поправлять. Я занят, шериф, я скоро буду. Я пришел, чтобы помочь тебе, Йохан. В чем проблема? Я просто хочу помочь тебе. Мне жаль, шериф, но вам сюда нельзя. В целях безопасности. Я просто выполняю свою работу, Йохан. Что ты делаешь вообще? Ох, я должен быть шутить. Не убьют меня, господи, не убьют меня. Она убьют меня. Он будет меня убил. Что я делаю. Как дела? Прошу, биг мне, пожалуйста, не надо. Биг, биг. А как же шериф? Шерифу Малеву не убивай меня. Слушай, просто успокойся. Мне просто нужны ответы. Ладно. Я труп в любом случае. Они сказали мне, Йохан, ты можешь сохранить свою жизнь и потерять магазин, или потерять и то, и другое. Что ты делаешь? Это был простой выбор, чтобы сделать, в моменте. Естественно, даже когда они подошли к крюченого мужчины. Эй. Я хочу, Мэри. Ты не хочешь, Мэри? Кровавая Мэри? Это больше не мой магазин. Это банда, давным-давно забрала его у меня. Банда? Черт. Люди из крюченого мужчины. Дьявол из жерси, Тру и Тра, и это больная кровавая Мэри. Ты хочешь поговорить с настоящим мясником? Говори с ней, а не со мной. Она тут правит. Я говорю тебе, они надавили на меня. Самый жар, то лето было даже жарче, чем это. Однажды я дал Мэри этим кабаном охладиться на складе мяса. Игра в карты, отлично проведенное время. Думаю, они присматривались в место. Вот что я получаю за доброту. Ситуация просто жертва. Жертва. Что ж, посмотрим, что у тебя заняло. Потом посмотрим, могу ли я тебе верить. Сразу открыть. Ага, они тут делают чары. Осталось. Земля из черного леса. Поросячий виск. Что это за место? Я говорю тебе, я не знаю. Они надавили на меня. Клянусь, я больше ничего не знаю. После этого я сюда не заходил. Сигнальная лампочка. Это бизнес. Это все, что я никогда не видел. Я думаю, это почему я встал вокруг, когда они ее взяли. Эти лампочки, Йохан. Ты предупредил их, что я здесь? Я должен был. Ты пришел сюда создавать для меня проблему. Ты здесь, потому что ты перешел дорогу скрюченному мужчине. Где ты был, когда они отобрали меня это место? Мне было нелегко. Я нужна помощь. Я нужна твоя помощь. Ну, теперь я здесь. Собираюсь со всем этим разобраться. Так это то, что доставлял чудовище. Чар, другие виды магии. Должно быть что-то опасное. О! Сейчас мы будем обыскивать это место. Подпольная нарколаборатория. Угу. Чара-лаборатория. Подпольная магическая лаборатория. Так. Кандалы. Чеймс. Кандалы. Кого здесь держали? Ты же не думаешь, что я единственный, кто подчиняется скрюченному мужчине. Загадочная банка. Беби, просто не... Это сырье для изготовления магии. Тетушка Гринлиф, которые были другие ведьмы-мошенницы, вряд ли пополняли свои запасы здесь. Так. Так. Хим-лаборатория. Что они тут производят? Я простой миссией. Хочешь поговорить о стейке? Это я могу. Но не об этом все. Есть множество неприятных заклинаний, которые можно сделать с правильным оборудованием. Разве ты не видишь, что здесь происходит? Со всем этим сырьем похоже на то, что он мог переработать его почти в любую магию. Он получал все, что ему нужно. Оборудование и рабы, чтобы трудиться за ним. И это должны быть заказы. Он всех поймал на крючок. Совершенно ясно как. Да, ну и как? Делать это так точно дешевле, чем мы видим 13 этажа. Это просто ужасно. Все вещи, которые должны были здесь. Это пудрение паи-гурцов с десертами. Кого он держит здесь, в этих цепях? Он порабощает сказаний. У меня под носом. Люди просто не знают реальную цену, покупая что-то дешевое. Вам не нужно мне говорить, шериф. И этот чертов Крейн знал обо всем этом. Да, а что насчет Крейна? Если все это... Я имею ввиду, если поиски скрюченного мужчины очень важны, почему ты не спросишь своего босса? Снежку? Нет, Крейна. Он сказал, что знает, где находится каждый. Не знаю как, но он нашел способ. Верно, это было то жидкое волшебное зеркало с большой зеленой головой и всем таким. Почему бы тебе просто не использовать его? Найди скрюченного мужчину этим способом. А меня оставь в покое. Так, не твое дело. Не буду лишнего рассказывать. Не твое дело, не сник, не беспокойся об этом. Хорошо. Ну, когда к ним в руки попадет важный магический предмет, если только одно место, куда они... Есть только одно место, куда они могут пойти. Ломбард. Они, вероятно, увезли Крейна туда же. Ломбард. Если я смогу найти осколок зеркала там, я смогу найти скрюченного мужчину. Эй, постой. Ну, я действительно счастлив, что ты нашел то, что искал от Бигга. Как насчет меня? Ты действительно думаешь, что все будет в порядке? Судя по находящимся здесь вещам, я знаю одно. Это его знак, его символ. Что за парень использует орудие пыток как свой знак? Парень, который не имеет понятия о том, как... о том, что покажется сам Бигби Уолл. Так скажи мне, что черт возьми мне сейчас делать? Я буду spend the rest of my short life looking over my shoulder from Bloody Mary. They won't care that I held up my end. Мы найдем способ защитить тебя. Скажи, Билай Снежке, что я послал тебя, и мы что-нибудь придумаем. Какую-то защиту. Какая-то защита. Спасибо, спасибо вам, шериф. Кажется, может боком выйти, всех туда посылать? Конечно, ну ладно. Кто-нибудь окажется предателем, типа. Хотя это слишком крутой поворот сюжета. Для Telltale. Ну фиг знает, фиг знает. Ну на. Who wrote the land? Джерси, не пытайся, не пытайся меня обмануть. Нафиг нужна система. Джек, что происходит? Я просто хочу, ты, ну знаешь, поддерживаешь здесь странный порядок. Если ты любишь свой топор так сильно, почему ты отдал его в залог вообще, а? Я не закладывал его, придурок. Его украли у меня с квартиры. Украйся с глазами, оставь меня в покое, увидимся позже. А, это же тогда тру-ля-ля или траля-ля, вот лазили в квартиру. Что происходит, о, черт. Я тут тоже тут. Ты что, издеваешься? Он был здесь. Он здесь был. Что ты с ним сделал? Откуда я знаю? Слушай, сюда. Маленький говнюк, ты. Ты кусок. Назад, Джерси. Теперь ты имеешь дело со мной. Быстро ты сюда забрался? Все еще ищешь того убийцу шлюх? Или уже закончил гоняться за собственным хвостом? Поверь мне, мне не стоит пересекать черту. А что будет? Отвали, Пиус. Я хочу только то, что принадлежит мне, мой топор. Ты умеешь болтать, да и только. Все еще болит, да? Почему все веселье достается в Мэрию? Ты не так уж и крут. Иголочки. Мне тоже нравятся иголочки. Какой черт ты делаешь? Это мой, гребаный буль. Не сейчас. Пес, а ты дерзкий. Красавчик. Ты защищаешь своего друга? Жаль, ты не смог защитить тех шлюх. Давай, попробуй остановить меня. Лежать. Вот он. По сусалам получил. Еще разочек. Дровойсяк с топором подлетай уже. О, оторвал рог. Да. Вот так. Да, детка. Должно быть, это больно. Бери статуэтку и по башке. О, черт. Что в какой-то? Дровойсяк. Привет, придурки. Я нашел его. Наковальня. Лег лосик. Ох, это было жестко. Что, успокоился? Нет, дровосик, нет. Пропавший осколок от волшебного зеркала. Где он? Кровавая моря принесла его сюда, разве нет? Ты вообще ничего не знаешь. Ни о чем, так ведь? Что у тебя есть? Ничего. Никто не догадывается, что на самом деле управляет он. У меня все еще есть ты, не так? Ты не можешь найти скричного мужчину. Никто не сможет. Дверь в ее дом, она все еще. Она все время перемещается. Ее никогда нет в одном месте. Ты никогда не найдешь его. Даже Крейну приходилось использовать волшебное зеркало. Они дам все это зеркало здесь. Блодная Мэри использует этот дом, как ухо-хо-хо-хо. Где вещи Крейны? Сзади. Просто уходи. Забирай хлам Крейна и проваливай. Только он не принесет тебе ничего хорошего. Видишь ничего? Что-нибудь нашел? Пальто Крейна. Допустим, средненький. Не время для путешествий, да? Конечно, взяли. Он больше не нужен этого. Верхний. Это жирный кусок... Тот сам осколок. Наконец-то. Эй, шериф. Те девушки... Все же мертвы, и ты ничего не сможешь сделать, чтобы вернуть. И я не знаю, что они сделали, но я знаю это. Выслушайте. А если они умерли? Ты знаешь, что этого хотел скрюченный человек. Вот и все. Ты можешь реветь здесь, и даже разнести тут все нафиг. Черт, ты можешь выйти на меня сколько тебе угодно. Но что тебе это даст? Потому что не он в твоем городе, а ты его. И он чертовски готов ко встрече с тобой. Хреново дело. Угу. Есть, закурить. Все, теперь они с дровосеком друганы. Дать ему сигарет. Старую, товарищи, че? Спасибо. Черт, брат. Я не могу врать, я не могу врать, я не могу решать, кого из вас ударить этой штуки. Не мог решить. Да, видимо, соблан был велик. Да, да. Знаешь, Джерси был неправым. Насчет чего? Насчет тех девушек. Ты кое-что можешь сделать. Ты можешь поймать ублюдку, который сделал это. Это моя работа. Я его достану. Ладно, тогда сделай это. Эй, Вуди. Эй, Вуди. Да? Да? Я увидимся еще, да? Да. Да, еще увидимся. Вот оно как. Управление Фейблтаун, апартаменты Вудланд. Вечер. Меня не волнует, кто убил проституток. Если Крин грабил казну, значит он замешан во всем этом. Я просто упустил его. Вы просто упустили его. Я не знаю, что ты слышал, но все было не так. Ты отрицаешь факты? Она не дает мне ставить слова. Ну, и сейчас миссер Шериф Бигби вернулся. А, вот и причина всех бед собственной персоной. Бигби, где ты был? Я еще не закончил мисс Снежка. Вам придется подождать один момент, пожалуйста. Глянь, что я нашел. Кажется, твоя собачка хочет пичи. Я не в настроении. Есть много чего, на что ты должен ответить. О, правда? Бигби, вставь этот осколок в зеркало прямо сейчас. С удовольствием, Снежка. Наконец, он возвращается на своих вестах в правильном направлении. Хорошая работа, Бигби. Тебя не было целый день. Что ты узнал? Я думала, ты мне доложишь. Я имею в виду, все нормально. Так что ты еще нашел? Как только зеркало починят, мы сможем выследить этого скрюченного губика. Или, по крайней мере, место, где он находится. Вот как Крейн следил за ним, за остальными тоже. Я бы сказал, что он злоупотреблял для привилегий. Он наверняка шпионил за всеми нами. Похоже, он шпионил за мной. Так или иначе... Нет, все хорошо. Ты справился. Отлично, Бигби. Шериф, мне бы не помешала ваша помощь. Не могли бы вы присоединиться ко мне в зеркало? Не уходи далеко, шериф. Я не верю. Нет. Какого черта ты сжег вещи Крейна, а? И не ври мне, Бабкин был там, я знаю, что это был ты. Учитывая держимость Икабада, мисс Белла, я подумал, что лучше убедиться, чтобы ничего неподобающего не вышло на свет. Ах, черт, я знаю, что ты сжигал улики. Тогда скажи мне, что именно я сжег? Сейчас у меня есть более важное дело, но будь уверен, что у нас с тобой состоится серьезный разговор насчет всего этого, когда я закончу. Я наслаждаюсь нашими разговорами, буду ждать, затаив дыхание. Я не понимаю, этот кусок, он просто не хочет вставляться. Не знаете, почему? Без понятия. Ну, где ты его нашел? Через что ему пришлось пройти, а то он от остальных. Он был в ломбарде. Он сидел в первых рядах, когда началась драка в ломбарде. Когда я нашел его, он все еще был в пальто Крейна. Последний раз, когда я видел что-то с Крейном, кого-то с Крейном, с Эрди Джоком, это была сумасшедшая Мэри. А, да, мисс Белла спрашивала насчет этого. Это все объясняет, что у нее зеркало несчастливая история. И то вам понравилось, если бы вас использовали как дверь. Мне кажется, что я уже знаю, как это. Потребуются дополнительные уговоры, и все. Спасибо за помощь. Это займет некоторое время, я сам тоже. К тому же, он может и не появиться. А, он не любит, когда за ним наблюдают, да? Бавкин все еще работает над этим, сказал, что это займет некоторое время. Если ты такой самодостаточный, что тебе нужно от управления? Что я хочу, это мое дело. На данный момент я не могу принять их обоих. Мы пытаемся поймать убийцу, а они... Они там спорят о бюрократии. Мы на войне. Они этого не понимают? Ты нужна помощь там? Тебе там нужна помощь? Да, спасибо. Иди поговори с жабом. Но знай, мы не можем заплатить ему. Ему действительно нужно отправиться на ферму, так что просто сообщи ему и закончим с этим, ладно? Да. Жаб, подойди ко мне. Вижу, как тут дела делаются. Отправляйте к мелкой сошке, да? Ну, ты причинил тут ущерб, из-за которого я здесь. Может, так и лучше. Немного наличных покроют расходы. Я пытался с ней поговорить, но... Все, копсинку, дорог. Я начинаю думать, что ты не воспринимаешь мои слова серьезно. Сколько раз жаб, я говорил тебе достать чары. Ты же знаешь, если у тебя нет чар, ты отправляешься на ферму. Как насчет твоего дружка свиньи? Он тоже уезжает? Да, ты думал, что мы не знали о том, что Эмма? Повторяющий секрет и фейбл-тон. Для страха, все правила обвинуты. Это не просто дружка. Хорошо. Я еще не определился насчет того, но все ситуации разные. Что ж, могу я предположить проявление сострадания к свиньей, ко мне и моим? Если ты дашь мне еще один шанс и выслушаешь, то тогда мы с моим мальчиком можем остаться. Я не прошу больше, чем мне нужно, я просто хочу остаться, так что, может, дашь мне денег на чары, и мы забудем об остальном. Это можешь отдать ему деньги из этого окраина? Я умоляю, Шрифт, не забирайте у Ти Джей единственный дом, который он знает. Сделаю все, что смогу. Слушай, я постараюсь достать тебе эти деньги и дам тебе второй шанс, но ты должен понять, что это зависит не только от меня. О, благодарю, Шрифт. Я знал, что я могу на тебя рассчитывать, ты разберешься со всем этим, и я приобрету чары, правда. Так весело подпрыгнул. Насвистывает теперь. Синяя брата, ты хотел поговорить? Это твой шанс. Я только что пожертвовал этому управлению, так что все вопросы к мисс Белли. Ну, по крайней мере, он не пытался меня выгнать. Не пытался? Пока. Ты позаботился о Жабе? Я видела, как он вышел. Я знаю, это может показаться не таким, но чары законны очень по хорошей причине. Ты знаешь, что это так же хорошо. Жабе больше не будет проблемой, я позабочусь об этом. Ты уверен, потому что он вышел отсюда очень счастливым? Ладно, займемся этим позже. Я знаю, мне следует спросить, как до такого дошло, но я просто продолжаю задаваться вопросом, почему это произошло с Верой Лиле. Ты видела его мир, ты знаешь, почему он захотел, чтобы они умерли? Я не знаю, убил ли скрученный мужчина их сам, или это был один из его головорезов, но кто-то это сделал. Если я что-то узнал о скрученном мужчине, то это то, что главное для него, это контроль. Вот что он делает с займами в ломбарде, магия которой торгует, цепи, ленточки. Может, Вера и Лиле не делали то, что им говорили? Или, может, они просто пытались уйти? Шериф, мисс Белая, думаю, что зеркало починено. Хочу признать, бывало лучше мне, но все равно благодарю. Благодарить хочу и вас за помощь. Извини, мне просто нужно узнать. Зеркало, зеркало, мы рады, что ты жива-здорова, покажи нам, Крейна, подонка больного. Так. Он, наверное, все равно вважает немного. Ты отправишься в Париж на самолете и будешь ждать дня, когда понадобишься скрученному. До этого не высовывайся, иначе я разберусь с тобой по-своему, так что, пожалуйста, пожалуйста, слушайся. Погоди-ка, кто-то подглядывает. Что случилось? Мы указали тебе нервную проблему, и увидели кровавую Мэри отражение. Ой-ё-ё, вот почему мне больно. Ясно. Я не хотел бы чувствовать все это, ведь это так ужасно. Поэтому давайте мы не будем больше так делать, хорошо? Похоже, придется позже найти его. Ты прав. Мы должны заняться главной угрозой, скрученным мужчиной. Бигби, у нас не так много времени. Ты имеешь в виду проблем с римом, шереф? Зеркало, зеркало, нет времени для болтания. Лучше скажи, как нам скрученного мужчина. Где крюченный мужчина сидит? Я не знаю эту дверь. Где символ скрученного мужчины? Но у меня есть символ скрученного. Подождите. Дверь, она перемещается? Да, Джерси говорил об этом. Погоди минуту, я знаю, что это за дверь. Это же центральный парк. Я не знаю, когда она переместится снова, но я намерен попасть туда. Бигби, постой. Когда ты доберешься до скрученного, доставь его живым. Он должен предстать перед судом. Мы не можем просто вершить самосуд. Я знаю, что страсти могут накаляться. У тебя есть свои причины справиться с этим определенным путем. Я поймаю его и приведу сюда живым. Вот тогда мы сможем с ним поговорить вместе. Хорошо. Мне будет о чем побеспокоиться здесь, пока... Я надеюсь, ты все сделаешь правильно, но только если ты готов, конечно. Конечно, готов. У меня нет другого выбора. Готический мост. Центральный парк. 94-я улица. Ночь. Успел. Ах, не нравится мне все это. Заходим. Ох, будет больно. У нас нет другого выбора. Кто это видит? Интересно. Тим? Какого черта ты здесь делаешь? Добрый вечер, шериф. Я здесь, чтобы привести тебя к Бонсу. Бонс, по-моему. Для оставить его маленький... маленький Тим. Я должен признаться, когда они попросили меня присмотреть за дверью. Погоди, ты просто ждал, пока я появлюсь. Кто это? Ты знал, что я приду? Это то, что они мне говорили? Я не знаю, они сказали, что ты точно появишься. Мне положено привести вас к нему, так что, если пойдете туда... Пошли. Хорошо, иди. Интригует. Спасибо за понимание, я здесь только этим и занимаюсь, и я не хочу все испортить. Тебе не следует здесь находиться, Тим, это место опасно, особенно для таких, как ты. Это не так. Что бы ты о нем не думал, он не относится ко мне как к искореченному маленькому ребенку. Я думаю, он понимает, каково это. Он дал мне работу. Мне повезло, что она у меня есть, это единственный мой вариант. Помолчу. Если тут, ничего хорошего не будет. Поэтому я надеюсь, что вы оба придете к согласию. Многое зависит от него. Некоторые из нас никогда не доберутся до входа в офис, но он там. Ты нужен нам. Но он нужен нам тоже. Нам не нужна война. Эй, шериф, подожди. Хорошо, подожду. Спасибо. Скажи мне, кто за дверью. Я точно не знаю, я только стою у двери, пост внутри, это все, что я знаю. Человек с британским прононсом. Проклятие, это чертов. Вся шайка-лейка. Все в сборе. Я все думал, когда же ты появишься. Извините, сэр, он не позволил, все нормально, Тим. Но я не следовало ждать, что шериф проявит уважение и даст цели сделать твою работу. Но ты справился, но уж идти. Видишь ли, у каждого Фейблтаун есть своя роль. Чтобы найти ее, тебе нужно лишь внимательно наблюдать за тем, что им нужно. Это блондиночка, она же... Почему вы не садитесь, шериф? Мы должны многое обсудить. Она была на похоронах. Да-да-да. Там что-то происходит? А, черный экран пока. В следующем эпизоде? Так быстро? Да вы гоните, на час всего делов. Сейчас слышал рассказать. Как вы думали, что вы выбрали эти мужчины, один раз в день. О, как вы сказали. Продолжение следует... О, ну... Это в меньшинстве... Ну, в общем, да. Не, ну, ну, да. Так, Operation D90... Что вы расследовали в первую очередь? Кстати, как и большинство игроков, мы пошли к мяснику. Не отправили жаба на ферму. How did you respond to the crooked man? О, вы и 43,7% игроков зажгли сигарету. Ну, это тоже один из четырех вариантов, я думаю. Да, да. И думаю, что самый популярный, судя по всему, да. Ну, что ж... Собственно... Я думаю, что начинать сейчас новый эпизод не имеет смысла. Потому что хочется как-то, знаешь, так... Стрим-эпизод, стрим-эпизод. Ну, да. Поэтому на этом мы сегодняшний прямой эфир и, соответственно, данную серию завершаем. Огромное спасибо всем, кто присутствовал, всем, кто смотрит записи. И пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»